Добрый день дорогие друзья! Мы продолжаем наше изучение Торы. У нас сегодня недельная глава Талдот. И Эйсав мы знаем от наших мудрецов, что он выполнил заповедь почитания отца. И он знает, что папа женился в 40 лет и он тоже хочет показать, что он в 40 лет женится. Подражает папе. Написано, когда Эйсаву было 40 лет, взял он в жены Ягудик, дочь Берехита, а также Басмат, дочь Илона Хита. И они были душевным огорчением для Исхака и Ривки. Наши мудрецы говорят, что значит душевным огорчением? Они служили идолам. Естественно, Исхак и Ривка от этого страдали. Но Эйсав не был кем-то слабочком, чтобы он подчинился жене и боялся ей слова сказать. Если бы он захотел, он бы двоих этих жен убрал. Тем более ему вообще ничего не стоило жизнь человеческая. Но его что-то все устраивает. Он живет себе спокойно, их на место не ставит, ничего не видит. До определенных событий вообще ничего не замечает в этом. Они служат идолам, рождают детей, внуки Исхака и Ривки. И они страдают. Они воскуривают дома фимиам или как называется это воскурение идолам. В общем, вот такое дело. Откуда мы узнаем, что он обманул родителей? В конце главы Талут написано, что «Увидел Эйсав, что дочери Кнаана противны Исхаку отцу его и пошел Эйсав к Ишмаэлю, сыну Аврагама, и взял Махалат дочери Шмаэля, сестру Невайота, сверх своих жен себе в жены». То есть он берет третью жену Махалат. Это ему 63 года. В 40 лет этих двух. А развязка у нас идет в главе, которая называется Вайшлах. Написано «Эйсав выбрал своих жен из дочерей Кнаана, Аду, дочь Эйлона Хета, и Агареваму, дочь Анны, внучку Цивона Хевея, и Басмат, дочери Шмаэля, сестру Невайота». И так далее родила Ада Исаву или Фаза и так далее. Но мы же с вами только вот считаем, что имя жен Эйсава – Егудит, дочь Берихита, а также Басмат, дочь Эйлона Хета. Что это такое? Имена другие. Да и дочка Ишмаэля моя, Махалат, как она может стать Басмат? Наши мудрецы говорят, что если взять, как представил Эйсаву своих жен, Егудит, это похоже на слово «еврейка». Вот это «еврейка» или «Восхвалю Бога». В общем, вот так он предоставил своим родителям. А на самом деле она Агаревама. Раша пишет Агаревама. И по ее поведению мы видим, что она спит не только с Эйсавом, это Агаревама, то она спит еще и с Элифазом, его первым сыном от Ады. И рождается от этой связи Карах. И потом, то его называют сыном Элифаза, то называют его сыном Эйсава. Там не поймешь, насколько это все закручено. Тут он говорит, что имя жены Басмат, а наказывается она Ада. Зоевый шлах, она Ада. То есть, ту представил так хорошим именем. Этот слово Басмат представил как бы то, что-то хорошее говорит. А этой женщине Басмат. А Махалат, которая становится его женой, дочери Шмейля, вдруг становится Басмат. То есть, такого накрутил. Что понятно, что он обманул своих родителей. И этого он не понял даже, что родители страдают. Не хотел это понимать. Пока он не увидел, что Ицхак сказал Якову, не бери жены из дочерей на Анну. А Римка сказала, надоела мне жизнь из дочерей хитов. Если Яков возьмет жену из дочерей хитов, на что мне жизнь? Мне жизнь такая не нужна. То есть, все, что творил Эйсав, это просто ужасно. Даже трудно себе представить, как он мог не замечать, что родители страдают. Тем более, что мудрецы говорят, что он понимал, что родители на Харасов шоу относиться. То есть, это все не скрыто было. Вот так. И, конечно, наш протест Ицхак тоже настолько любил Ицхава, потому что он был сильным человеком, что он не мог себе, наверное, представить, что он может как-то не так поступать, как бы он хотел. Потому что он всегда умел грамотно подойти и спросить вопрос какой-нибудь умный. Нужно ли отделять десятину от соли, от соломы? Тот вопрос, который обычно не задают, знает, что это не делается. И вот он подходил с таким умным вопросом. И папа видел, какой его хороший сын. Дело в том, что Ицхак вырос в доме праведника. И, естественно, ему было трудно представить, что его сын такой преступник. То есть, он в кого пошел? То есть, из Яков пошел в Ицхака. А Ицхак пошел, видно, в ту половину семейных хоров, которые были бандитами. То есть, этого Битуэля, своего дедушку или брата его мамы Лавана. То есть, в эту породу где-нибудь были бандиты, убийцы, насильники. Вот такой он был. Вот так вот. А на сегодняшний день наш урок заканчивается. Урок был дан за поднятие души моего дяди Валдир бен Григорий, моего брата Павел Дуэн Эфим, Берт Абат Исраэль, Самуил бен Герш, Хай Малк Абат Йосиф, Мир Абат Аврогам, Роза Бат Михаэль, Памяти Ури бен Харитон, Мендель бен Мендель, Яков бен Нахум, Здоровье Светла Абат Клара, Шимон бен Ицхак, Борис бен Мария, Анна Бат Ривка, Полина Пер, Бат Сони Сура, Лена Бат Лара, Женя Бат Ида, Анна Бат Елена, Евгений бен Софи, Дворь Рабат Мириам, Моисей бен Ева, Ирина Бат Двора, Йосиф бен Раиса, Инесса бен Маэль, Евгений бен Берт, Евгений бен Ита, Фир Рабат Анна, Геннадий бен Елена, Ольга бен Светлана, Йосиф Дан бен Сара, Таня бот Фрида, Ида бот Рива, Вадим бен Татьяна, Илюлия бот Белла, Яков, Йосиф бен Рахель, Шимон бен Мира, Фейга бот Берта, Ася бот Года, Марк бен Нина, Ира Бат Вера, Леор бен Клара, Рафель бен Клара, Хана Цепора бот Сара, Ида бен Хая Авива, Мазл Парнаса, Сгула, Ирина Батури, Арона Ребенури, Загроши Духа, Арона Ребен Двора, Днис Бен Ахум, Абигаль Бот Сара, Хана Бат Аврагам, Парнаса и Бриют, Ладир бен Рая, Марина Батрая, Борис бен Марина, Всего хорошего, Леба Умарченко, Всем браха Парнаса Каванам, Мазл то, что мы это время не грешили, Учили Тору, Всем все самое наилучшее, Желаю всем крепчайшего здоровья, Пусть скоро закончится эта война, До следующих встреч, До есть, раз 30 завтра в 15.30, Шалом!